Жилой комплекс «Датский квартал» – это красивый ансамбль из пяти корпусов многоэтажек, расположенный недалеко от поселка Нагорное. Еще на этапе проектирования он привлекал потенциальных покупателей, домами комфорт-класса, лесным массивом и транспортной доступностью. Однако, приобретя жилье, собственники начали сталкиваться с рядом неудобств. То и дело протекает крыша, топит паркинг, замерзают трубы. Но главное, что беспокоит жителей – работа управляющей компании. У нас постоянные потопы, у нас промерзание, у нас люди мерзнут, у нас нет обслуживания, у нас нет уборки, у нас в принципе нет никакого обслуживания от управляющей компании. То есть мы бьемся, бьемся, как рыба об лед, но нас никто не слышит. Вот сейчас услышала администрация. Строительные недочеты и ненадлежащее обслуживание со стороны управляющей компании «Сервис-24» регулярно фиксируют представители администрации и сотрудники государственного жилищного надзора. На сегодняшний день мытической городской прокуратурой привлечена управляющая компания к административной ответственности. Ну, соответственно, это прецедент, который дальше можно развивать на предмет, в принципе, функционирования и деятельности данной компании городского округа Мытища. Теперь управляющей компанией и застройщику предстоит выработать четкий график и сроки устранения дефектов, в том числе и строительных. Заместитель главы отметил, что если не нормализуется работа по содержанию датского квартала, администрация Мытищ применит санкции от смены УК до коллективного иска в суд. Этот жилой комплекс оказался в центре внимания и на совещании по формированию платежных документов. На нем присутствовали представители Мытищинской теплосети, водоканала и Мособл-Еирц. Жителей интересуют вопросы начисления за общедомовые нужды. То есть мы платим не только за теплоноситель в квартире, но, соответственно, в местах общего пользования есть потребление, есть также потребление воды в местах общего пользования. Поэтому интересовало именно, как осуществляется начисление. Жители получают платежки как в нормативном, так скажем, исполнении, так и по фактическим показателям. Поэтому разъяснили каждую источку в этом платежном документе. На собрании затронули темы вывоза мусора и парковочных мест. Все обращения граждан были зафиксированы. Главная задача на ближайшее время – обеспечить Мытищинцев комфортным проживанием в новом современном квартале. Шаги на пути к этой цели уже начались. Алина Савваш, Екатерина Шарыбова, Максим Силаев, Первый Мытищинский.